МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокампании Гомель у студии Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Выборочная кампания выходит на финишную промышленность. За четыре дня детерминового голосования участки наведала треть от агульной колькости выборщиков. Ставка на повышение культуры землеробства. На передании профессийного света работников АПК наши корреспонденты подчеркнулись с участными подыходами у сельской господарчей вытворчасти. Память народа в надеянных руках молодых. У Гомеля презентовали выставу, примиркованную до 76-й годовины вызволения города от фашистских захопников. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня последний день детерминового голосования на выборах депутатов Палаты представников 7-го скликания. Значная колькость граждан свой выбор уже зафиксовала в бюллетене. По краюни явка за четыре дня склала 27,5%. По воде известок Центрвыборкама самые активные выборщики у Гомельском регионе. В области проголосовали мать 30% унесенных у список. Пятый день детерминового голосования на Пакалюбецком выборчем участку номер 62 открыла шмодетная семья Никитиных. Надея, Миколай и их четверо детей стали переможцами областного конкурса «Семья года». На республиканском этапе взялись «Сребра». Сегодня, на жаль, не в полном составе, и они пришли выконать свой громадянский обовязок. Мы пришли голосовать сегодня досрочно, потому что хотим выразить свою активную жизненную позицию. А завтра, в Центральный день голосования, наш папа работает с 8 до 8, у него не получится. А у меня тоже работа, поэтому мы решили сегодня, ну вот только с одним ребенком, потому что двое наших 11-классников сегодня пишут репетиционное тестирование, и не удалось их привлечь к такому вот мероприятию. Одна у нас находится на реабилитации, девочка ручку лечит. И вот Алиса у нас тут принимает активное участие вместе с нами. Этот участок относится до Буды-Кошелевской выборчай округи номер 38. У Спися тут 2892 выборщики. Правам детерминово проголосовать скоросталося 4 из них. Высокую явку чекают и завтра. У Гомеля отказность принять свыше 7 тысяч выборщиков ускладена на середнюю школу номер 72 и ее супрацовников. Тут размещено одразу 4 выборчай участки. В те дни, в которые я наблюдала на участке, в основном шли люди среднего возраста с детьми. Приходили, значит, папы, мамы. Ну, молодежь тоже была. У основной для голосования день зарабить свой выбор можно будет с 8 до 21. Выборщикам при собе не обходно иметь пашпорт або любой инший документ, який свечить особу. А святочный настрой по доброй традиции забеспечить выездный гандель и насыщенная культурная программа. Евгений Кухаронак, Александр Харлампов, Телерадо, компания «Гомель». Активный отпочинок для всей семьи. В день выборов депутатов у белорусский парламент активисты БРСМ организуют по всей области больше за 30 интерактивов республиканского проекта «Тата-зала». Например, у Гомельским аграрно-экономичным колледжей проведут мероприемство «Выбрать капперамахчи», подчас якого молодым семьям пропонуют поудельничать у рухомых гульнях. А у середней школе номер 41 отбудется семейное спортивное свято. Батьки разом с детьми смогут принять уделу в эстафетах и викторынах. Подобные мероприемства так само пройдут в районных центрах. Рассказать про работу администрации города и выслухать проблемы гомельчан. Информационная группа старшини гомельского гарвы «Конкам» Петра Керыченки сегодня сострелилась с коллективом гомельского отделения белорусской «Чигунки». За диалогом сошила Ганна Коральчук. Белорусская «Чигунка» не только лидер национальной системы перевозок, а и один из наибуйнейших процедавцев в Украине. Только в гомельском отделении працуют больше за 11 тысяч человек. Для регионов это стратегично важное предприемство, связанное с реальным сектором экономики. По словам старшини гомельского гарвы «Конкам» Петра Керыченки, этот визит он плановал давно. Надо знать не только общие показатели работы, они, кстати, довольно хорошие, особенно радует активная экспортная деятельность предприятия, которое в этом году более 400% темп роста экспорта услуг. Но хотелось бы знать и другие вопросы, в первую очередь послушать людей, послушать их вопросы, потому что вот именно в таком живом общении всегда узнаешь какие-то болевые точки, и не только самого предприятия, но и в целом нашего народного хозяйства, нашего города. На встречу Петр Керыченка распавел об выниках социально-экономичного развития города в этом году и отказал на питание работников чугунки, среди знятых тем, створение в городе новых велодорожек и развитие инфраструктуры для велосипедистов. Мир города подкреслил, что это, правда, и вельми актуальный на керунку о последних годах, бо велосипед – это не только шлях до здорового ладу життя, але и выритование экологии. Было питание и про створение пешеходной улицы. На жаль, проектировщики по куль не могут подобрать вариант, який не парализует транспортный рух в городе. Тому одним из выходов станет створение полновартостной зоны отпочинку на Набережной. Цекавились люди будовнистам жилья. В наступном годе протягнется забудова микрорайонов номер 94, 96, 104 и так званой Шведской горки. Пытание ущельнения застанется актуальным, потому что забудова новых территорий потребует великих сродков. Рано или поздно все наши площадки будут освоены, и мы вынуждены будем переходить на новые площадки. А специфика Гомеля в том, что все наши перспективные площадки находятся в пойме реки Сош. И требуют очень значительных средств на подготовительные работы. Так называемый намыв. Все наши микрорайоны, которые сегодня застраиваются, это 16, 17, до 21, даже 21 А, они все в свое время, чем в советское время, были набыты. Однако новые районы потребуются развития социальной инфраструктуры. Так, в наступном годе отновится будовництво школы у 21 микрорайона с допомогой сродкового областного бюджета. Так само проектуется новая школа на 840 местов у микрорайоне Хутор. Плануется открытие поликлиники для дорослых у 17 микрорайоне. На пытание по ширине улиц Полеска и Богдана Хмельницкого Петр Кереченко отказал, что в перспективе на гэтых территориях приватный сектор поступово будуть заменять наш матповерховую забудову, якая предугледживает по ширине проездной частки. С рода гученных просьбов до мэра Гомеля были пожадания не про рамонт дорог по улицах Циолковского и Рокоссовского, а так само приведению парадок лыжной трассы за центральным пляжем до початку зимового сезона. Гана Корольчук, Василия Сипцов, телерадиокомпания Гомель. Протягиваем выпуск. Завтра свое профессийное свято означать процевники сельской господарки и перепрацовочной промысловости. Гэтый день добрая подстава ящераз обмерковать ситуацию в Галине и окреслить шляхи выражения иснующих проблем. Протяг темы в материале наших корреспондентов. Об необходимости захования культуры землеробства на Гомельшиню обожний час кажут часто. В уголе гэта достатково широкая понятси. Тут и беражливые относины до земли, и добрые насенние, и пильный догляд за посевами, и высокопродукционное выкористание техники, и выконание усих агротехничных мероприемствам у оптимальные термины. Усих гэтые меры у вынеку дозволят забеспечить высокий ураджай. Инша справа, что выконываются потребования далека не зауседы. Акционерное товариство «Отар» Шашерского района – минавито тая господарка, на прикладе якой необходимо учиться. По вселяким выпадку отхиления от технологий вырошивания продукции тут не допускаются навытеры тышна. Мы работаем стабильно, работаем с минеральными удобрениями, с гербицидами, с протравителями, с хорошими сортами зерновых. Это посевной материал ниже элиты, мы несеем. Суперэлита, элита, Р-2. Для акционерного товариства «Отар» понятие культуры землеробства мае конкретное наполнение. Усяго одна личба, яка, звычайно, цікавясь у сих. Середняя зарплата у господарца складае 1100 рублев. Суседи похвалиться такими досягненнями не могут. Дарэчжи, их палетки настолько мощно адрозниваются от «Отарских», что гэта бачна навык не специалисту. У райбы конками называют причину. Усё у относенных людей до своих обавязков. Проводим одну и ту же операцию, но иногда где-то недоконтролировали, где-то не проконтролировали. Имеем потом ту же пахоту неудовлетворительного качества, скажем так. Которая потом, всё это сказывается на урожайности с хозкультур. Прежде всего, это, наверное, техника и отношения специалистов. Чему человек не может сумленно працавать на земле? Пытание совсем нерыторичное. Нехто у парта не жадая навыдзнаемиться с участными технологиями. Нехто спосылается на объективные причины. В областном комитете по сельской господарце и харчаване переконаны. Наводзець парадок, необходно сформирование команды однодумцев. Коли керовник сельгазпредприемства, немая поддержки в коллективе, различиваясь на высокие досягнения складана. В первую очередь, ему нужно будет работать с людьми. Поэтому, первое заперво, это люди, которые у него есть. Он должен с ними разобраться, со своими кадрами. Понять, на что они способны. Если надо, их стараться учить. Ну и, конечно, самому. Самому иметь цель и знать, как этой целью он будет идти. Что он должен добиться. За этот год, вот этого. Следующий год, вот это. В растеневодстве, в животноводстве, просто-напросто на ведение элементарного порядка. Все летотехничный парк Гомельской в области повелешився на 1700 одинок. Плюс допомога насенним, палевым и удобрениями. Але это не значит, что необходимо сподеваться только на поддержку державы. Керовник акционерного товариства ОТАР Татьяна Струк каже, для того, как бушиться новому, треба використовывать любую махчимость. Я отдыхала в Гродно. Я специально ездила на поля посмотреть. Мне очень интересно. И что-то подчеркнуть, где-то что-то взять и потом притворить жизнь. Это мое. И такие лишь бы. В этом году выручка предприемства агропромислового комплекса Гомельской в области повелешивалась на 2,5%. Это не дренна, но явно не отвечает реальным махчимостям региона. Культура землеробства становится для господарок одной из самых актуальных задач. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макенка, телерадиокомпания «Гомель». И в протяге темы на зиму у Гомельской в области нарихтовали около 20 тысяч тонн агароднины и садовины. В регионе сформированы стабилизационные фонды харчаванья. Акцент на якость ураджаю. Деля гэтага у агропротприемствах створены необходные умовы заховывания. Гэта дазволяць у межсезонні безперабойна забяспешвать в область уласной продукции. На полях уже некольки дзен як затишше, а гэта по сутнасті протягу уборочной кампании. Аграры напауняюць гароднина сховища с пачатку бульбай, уасновным гатунками беларускай селекции. Перабрать, просушить и аккуратно скласти. Праца Амаль ювелирная. Ну вот такая. Такую, конечно, надо отбросить, потому что это резаная. Такая вот она тоже бракованная. Но в основном картошечка одна в одну. Вот красавица. Працуюць без выходных. Продукция с полёву вынеку поступая у специально обсталяванной сховища. Гэта площа буйных агропротприемствов. На перадзе так званая межсезоння. Створение региональных стабилизационных фондов дозволить без перобойна, литерально до лета, забеспечивать свежие городенные социальные установы и гандлёвые сетки. Урожай, будем говорить, довольно-таки неплохой. Даже на уровне европейских стран получить 55-60 тонн с гектара лука – это уровень почти той же самой Голландии. Что касается капусты, свеклы, морковки, то урожай довольно-таки высокий. Он выше 100 тонн с гектара. Продукция, которая у нас есть, это борщевой набор, в первую очередь, это капуста, морковка, свекла. И лук вполне достаточно будет употреблять в течение всей зимы. Сучасное сховище для Гароднины – это великие холодильные камеры. Внутри – необходный микроклимат, працуют датчики вилготности и температуры. У таких умовах Гароднина не сапсуется до наступного урожаю. У каждого сорта продукции есть определенная температура, про каких хранить. Например, капусту хранить нужно там при единице. Яблоко – каждый сорт по отдельности хранится, и два, и три, и четыре. От таготи захываются те же яблоки, да, прикладу, до лютого, будут залежать и цены. Весной, коли у основных вытворцев заканчивается продукция, а крамы начинают пропоновывать импортное, стабфонды открывают доступ до запасов и тем самым допомогают регулировать ситуацию на рынку. Когда у нас дефицит образуется, соответственно, бывают достаточно значительные изменения цены. Когда у нас имеется необходимый объем продукции, то, соответственно, нет такого же тайжного спроса, обеспечивается, соответственно, не так резко изменяется цена. Но на изменение цены влияет, конечно, ряд факторов, необходимо учитывать. То есть, в первую очередь, это стоимость та, которая у нас формировалась при производстве продукции и в дальнейшем при хранении, конечно, затраты, которые несут на хранение наши сельхозпроизводители. Если зараз бульба у вытворцы каштоя в среднем 50 копеек за килограмм, то в зимку подорожая прикладно на треть, не более. Кончатково-стабилизационные фонды сформируют до середины листопада. Лишки продадут за мяжу. С этого года Гомельскую городню активно купляют украинские регионы. Алена Василюк, Телерадо, компания «Гомель». Память народа у надеянных руках молодых. У ГДУ Мяфранциска Скарыны презентовали выставу, промеркованную до 76-й годовины вызволения Гомеля от фашистских захопников. Экспозиция агульно-университетская. Да и створение подключились студенты у всех факультетов. На самом речь проект «Мая 17-годовую историю» с инициативой именно таким чином «Узгадывать листопадовские падеи» 1943 года выступили выкладчики университета. Идею поднимали и вось уже другой десятигодзе на передней годовины вызволения областного центра от немецко-фашистских захопников в выставочной зале установы ладят стематичную экспозицию. Кожный раз это новые находки, разностайные подходы до оформления стендов и креативная идея для устроения исторических фактов. Вот студент биологического факультета меня действительно удивил. Он принес целый плакат, посвященный своему прадеду. Я оборачиваюсь, а на фото – абсолютная копия правнука. Чем мы дальше от лет войны, тем труднее об этом рассказывать, и тем, наверное, все-таки необходимо. Экспонаты выставы адресованы молодому поколению, тем, кому удалее протягивать традиции истил будущую с почутем гонору за подвиги дядов и прадедов. Узнагороды за мужность и спортивное досягнение. Областным управлением МНС отбулася урожистая церемония ушановывания лепших представников команды региона по пожарно-вартовальным спорте и их тренеров. Так само означенный за свой профессийный подвиг Алексей Ёрш, супрацовник Петриковского районного отдела по надзвычайных ситуациях. С узнагородженными познайомился Дмитрий Котов. У зале урочистая атмосфера. Подстав для этого одразу некальки. Первая – недавний профессийный подвиг одного из присутных. Алексей Ёрш – приклад мужности и самоданности. А еще и он в очередной раз подкреслил, что выратовальник зауседа застается выратовальником, навод, когда у его выходные. У один из таких дней Алексей бачил сгорание в приватном доме. Не сомневался ни секунды и рынулся на допомогу. Внутри выратовальник знайшел трех человек. Дякуючу расшучшим и отважным деяниям, их житти были выратованы. В первой комнате уже повезло. Были два человека. Были в сознании, но в шоке. Помог покинуть им этот дом. В соседней комнате уже в задымленном виде нашел, задыхавшись, уже по звуку услышал мужчину. Это еще раз подчеркивает то, что это не просто профессия, которую он избрал, а образ жизни. То есть это состояние души человека. Найти в себе храбрость и мужество, будем говорить, войти в окно чужого дома и обнаружить там людей. И самое главное – спасти их, чтобы они остались живы. Потому что уже глядя после пожара, что там происходило, в конечном итоге дом был сгорел до дна. И мы на сегодняшний день в нашей республике, Алексей Вячеславович, как раз спас трех человек, которые работоспособны и готовы еще приносить пользу нашей стране. А кроме того, на урочистом сходе ушановывали членов команды региона по пожарно-воротовальным спорте, а так само их тренеров. Сироту узнагородженных – Полина Кушняренко. Пожарно-воротовальным спортом девчина занимается каля трех годов. За короткий термин отрималась досягнуть значных выников. На рахунку Полины – перемоги на республиканских и международных споборництвах. Тренировки проходят пять раз в неделю. Да, я устаю, у меня помимо тренировок еще есть учеба. Но мне нравится пожарно-спасательный спорт. Я отдаю себя этому спорту на 100% и не замечаю, насколько там не тяжело, не тяжело. Я просто отдана этому спорту. Як означая керовництво областного управления МНС, пожарно-воротовальный спорт – неотъемная частка работы ведомства. И что головная отримливается вельми добра. Областная команда – зауседый сирот фаворитов. Гомельская область вообще по пожарно-спасательному спорту одна из передовых. На сегодняшний день у нас в области даже уже начать строительство критого манежа пожарно-спасательному спорту. И вот это молодое поколение, которое – это наше будущее, которым мы будем гордиться, потому что в целом в мире сильнее наших спортсменов на сегодняшний день нет. Дмитрий Котов, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель». Тым часом у нашей области открылся черговый имиджевый покой МНС, зараз на территории региона працует шесть детских покоев МНС. Три из них – у областных центра. Завершился чемпионат Следующего комитета по мини-футболе. За перемогу смогались восемь команд от каждой в области города Минска и центрального аппарата Следующего комитета. Голиновая спартакеяда проходит каждый год по восьми видах спорта, как службово-прикладных, так и массовых. Мини-футбол – один из первых видов, по яким стали проводить особный чемпионат. Звычайно, у фаворитов были столичные команды, а ли все это у лидерах – регионы. Третье место заняла дружина с Городинской в области, другое – с Могилевской. А на первой приступце пьедысталу Гомельские следшие. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин